позвонила костина мама говорит приезжайте я вам хочу дать пирожков нам конечно с кости только пирожки но мы решили поехать потому что она одна дома и хочет нас увидеть и сколько их этих таких дней спокойных когда можно просто поехать и сколько той жизни нужно видеться нужно общаться поэтому мы решили проехаться сейчас есть что-то вкусненького купим у нас наконец-то хорошее настроение да Костя я сходила успела покупаться помыть голову мы хорошо отдохнули пока сами были дома вот просто мы уже забыли что это такое побыть просто вместе спасибо Насте и Кате что Алиску повезли погулять их их просто полдня нету еще скоро вернуться и жизнь наладится ну хорошо хорошо я уже соскучилась по своему маленькому цыпленку уехали маленькие цыпленки ты рад? очень боялся что останутся навсегда еще большого лебедя боялся? не особо я думаю уже понимали что их не стоит оставаться да понятно курицей будут зимой я в платьице кстати на улице потеплело вот когда они ехали в парк было холоднее сейчас вообще жарко мне Катя фотки прислала Алиса там уже разделась так что хорошо что мои легенький костюмчик мы как капусту сейчас одеваем так и рекомендую детей одевать то есть под низ легенький костюмчик шортики и футболочка если жарко станет наверх потеплее сейчас мы забежим в магазин бабушке Вере что-то тоже купим к празднику думаю конфеты купим пусть передаст Оле с Пашей ну бабушке Вере сильно нельзя хотя Костя ей покупает конфеты постоянно у нее тоже диабет как у моей мамы насколько я поняла по ее по рассказам вроде пьет лекарства от диабета маме же нельзя куть вроде по чуть-чуть ну и с девчонками но девчонкам да птичье молоко а вот это не лучше птичье молоко это не птичье молоко а это не птичье молоко а на этих конфетках надписи все будет Украина выразить себе и Украину вериму в Украину разные надписи мне кажется что это тоже птичье молоко надо поворот купить и посмотреть хотите прикол я купила конфеты нам и бабушке Вере разделила на два пакетика сейчас я покажу вам прикол вот Костя покупает мама его говорила вафельные начала любить смотрите ложу первый пакетик на весе внимание 272 грамма теперь ложу второй пакетик на весе 272 грамма как я могла так зрительно разделить ровно-ровно до грамма бабушка бананов взяла нам и бабушке Вере это арахис видишь это не морские камушки вот морские камушки если ты хочешь морские камушки а вот и наши девочки ну как погуляли хорошо не болит у тебя а бабушка знает бабушка не знает лисюшечка как погуляла хорошо очень хорошо мы собачку там начали у него пробирка на ушке она ей прививки сделали можно мы купим ей коробку собачки можно конечно мы хотим ее покажем так я купила коробочку конфет вот таких так что мы тут берем аж 4 там 4 собачки бегают поэтому взяла Алиса 4 собачка быстро съела большая может что-то побольше купить она не наелась 4 пожалуйста да как мы и думали большая собачка вперед маленьких кушает поэтому Костя пошел еще покупать держи ждут собачки ждем мы с Алисочкой вот и папа давай папа насыпи спасибо а ну держи большая собачка еще и маленьких отгоняет вредина да давала маленьких собачек отталкивает едем думаем идти ли светить утром с Алисой пасочки ну в смысле будет ли ее в такую рань будем вставать идти в церковь светить пасочки ночью не а губы обветрила я так и знала она вчера выкрутила вот эту помадку уронила и все и помадки а сегодня уж пошла гулять с девочками думаю ну точно обветрит без помадки все обветрила да надо купить новую помадку да видишь как жалко что выкрутила и она упала и пропала надо было беречь у меня тоже губы обветренные тоже болят прибыли хи 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 мы первые носите с Катей вон а не они разворачивались они все таки первые какие идем кстати конфеты не такие как ты думала я не хотела они и попали здравствуйте 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 А я такая маленькая, а ты уже по-пляжному. Да, я в платье. Алис, смотри, вот эти цветочки называются незабудки, синенькие. Синенькие? Да, посмотри. А вот одуванчики, хочешь сорвать? Да. Все уже в цветах прямо. Съемок требует на три дня, а самый просто один вид. Такие одуванчики. Такие одуванчики, да, девчачьи. Ну, надо думать. Ей надо очень старый велосипед. Он не тоже старый, но просто, чтобы он не был навороченный с цими переключателями. У Иваныча в гараже тут стоит, а у Иваныча даже не ездит. Прикольно. Милка, привет. Лена, идемте. Цены все, я вам уже обложила. Ого. Вот бабушка напекла пасочки, смотри, сама пирожили. Милка, это с капусточкой, а это ватрушечки с творогом. С капустами, с вишнями и с творогом. Да. Била из-за тебя ватрушки зробила с цукатами. Оце б вспомнила. Очень классно. Правда. Пойдите у меня на диванчик около векна. Там три пакета. Пасочки. У вас в комнате там? Моя, да. Это Лили со златою, передайте. С цим святом их. Да, спасибо. Это Костя сказал, что вы любите вот эти джеки. Да, да. Тут еще вот это с изюмом. Ну, типа морских камушков. А, нет, вот морские камушки. Вот это. Ну, там посмотреть. Ой, спасибо. Это гостинцев сколько. Это опара, пока их выпечешь. Это же, блин, так долго. Как вы вот это? Еще и пирожки. Жаль, я не уявляю. Это три дня нужно это все выпекать. Настя, как тебе приятно видеть с пирожком. О, Батона. Это мука с верху. Это немного мука. Милка, сейчас милка его. Сухо. Ой, домашний хлебчик. Хочешь с вишенькой? Нет, нет. Тесто делается моментально. Там пять минут. Ну, потом сорок минут должно постоять. Упинятися. Два колобка сделать на два. Двадцать. Тридцать минут так стоит. Тоди батоны зробить. Тридцать минут так стоит. А потом тридцать минут так. А потом тридцать минут туда. Да, я же скажу, я два роки поклати паспи, все. Больше я в житете не хочу робить. Да, чесна. Оце батоны. Ну, мы же не купляем оцего. Хлеб. Говорят, что на домашнем больше поправляешься. На домашнем хлебе. Слухай. Оце два батона получается. Угу. Десять гривень десь. В общем, я шо скажу? Вода. Вода. Да. Березок хочется так. Ну, где в бузе. Ну, где в бузе. Ну, где в бузе. Ну, вот он тебе такой. Як его? Муки десь, ну, грамм 600 виходит. Чайная ложечка уксуса. Дві ложки олеї. И десять грамм сухих дрожжей. И соли, и все. Ні молока, ні масла тут немає. Оце... Що я тут... Ну, я не знаю. Їм дуже нравляться ці батоны. Бузинки выбирайте. Мені не мрається чо-то бузинка. Я попробувала. Всем привет. Ми с лисенком собираємся красити яички. Смотрите. Щас закипаєт чайник. Можна услышать. Покажу автор. Для того, чтобы нарисовать на яичках узоры, нам нужны вот такие пасачки. Пасачок это называется. А я пока что хочу собрать вот этот габарчик. Так. Открывай. Габарчик. Так. Давай посмотрим, как там собрать нужно его. Вот тут у нас четыре дырочки. Значит, нам надо вот эти ножки собрать сначала. Кружочек пока оставь. Ножку вот так. Я сама хочу? Давай. Вот так. Твою надо соединить. Вот. А теперь нужно сверху поставить подставочку. Так, чтобы они попали в те дырочки. Вроде да втыкаются. О! Получилось? Да. О! Супер. Стоит. Теперь зайка. Классный наборчик. Для яиц, для пасок. Еще и подставочки есть. Попробуй просто поставить у зайчика сверху. Хорошо. Готово! Ура! Так. Ну что? Будут с нами зайчик и курочка? Да. Это тебе будет яичко, бабочка. Спасибо, солнышко. Только на Пасху немножко другие делают яички. Их не для мамы или для папы делают, а их просто рисуют разные узорчики. Мы можем, например, с тобой сделать... Смотри. Нарисовать, например, солнышко. Ага. Ну, можно я одно яичко для тебя сделаю? Да, сделай. Спасибо. Мне приятно будет. Я для пробы разделила яичко пополам. Линей. Нарисовала здесь солнышко, а здесь сердечко. Сейчас будем пробовать. Итак, в песочок мы ложим воск. Не несуй сильно, несуй. У тебя уже сейчас песочок поломается. Возьми, просто его вставь и все. Он расплавится и туда будет капать. Я нашла вот такие вот спички для камина. Сейчас попробуем зажечь. Так, зажигаем свечки. Классно, когда такая длинная спичка, не боишься обжечься. Так, а теперь смотри. Мы берем посечок с воском. Нагреваем, чтобы воск начал капать. У нас сейчас случайно потухло. Сейчас исправим. Воск, который капает, должен капать нам на рисунок. То есть мы воском рисуем. Вот это сердечко надо сделать воском. Ага. Получается, все делаем воском? Да. Да, вот так вот. Воск застыл. Да. Бери еще воск, расплавляй. Это классно. Ну, довольно сложно. Так, ну вот мы с лисеночком свои сердечки воском уже и раскрасили. Теперь нам надо с тобой опустить первый краситель. Но если он еще горячий, надо подождать. Иначе наш воск просто расплавится. Моя девочка сейчас подождет. Нам надо, чтобы краситель наш остыл. Да? Да. Х-х-х-х-х-х. Х-х-х-х. Х-х-х-х. Хм. Хм... Хм-х. о спасибо моя свеча уже горели как ты не помнишь принцип но вот мы сейчас закрасим воском то что мы нарисовали дальше что но так у на ему желтый все получается желтым кроме воска правильно потом мы например окунаем в красный получается красное сердечко а как же сделать разноцветное если я хочу сделать желтое солнце красное сердце ты не сделаешь сердечко червяным чтобы сердечко было червяным треба закрасить все яйцо кроме сердечка мама подожди мне катя говорит минутку я не понял ну а как ты сделаешь сердечко червяным воск сошкряба и потом опущу туда не то все яйцо зафарбуется так а в чем принцип тогда рисование воском я не понимаю ну спочатку ты зафарбовываешь там например большую частину яйца окунаешь а как если ты окунишь яйцо оно все станет желтым там где виск не будет ну так правильно вот я воском сделала да ну в тебе будет белое сердечко и белое солнечко ну а дальше почему я не могу их красными потом ну если зафарбуешь все желтые яйца то сделаешь их червяным то треба перекрывать все что ты не хочешь чтобы зафарбовалась я не понимаю я могу только белое сделать рисование не ну а как ты можешь зафарбувати наприклад полностью половину яйца ну пофарбувати одну потом смыть одну имшу за воском покрыти и пофарбувати другую половину не так не дала на группы не не это я не знаю надо вообще почитать пошли не помню сейчас мы попробуем конечно на примере спасибо так ну что мы сейчас на примере моего яичка попробуем давай окунем его в желтый красить а там слишком много воды теперь подождем я хочу чтобы яичко было желто а теперь я так понимаю мне надо мой воск с него снять сейчас я возьму салфеточку так теперь берем яичко на салфеточку оботрем и я буду это сейчас снимать этот воск с него а ты свое можешь опускать потом сиди положи только надо очень аккуратно опустить чтобы она не разбилась так аккуратненько наклоняй и подождать немножко доставай аккуратненько и аккуратненько ложи на свою салфеточку и аккуратненько ложи на свою салфеточку не спеша теперь я ее так промокни хорошо сейчас промокну вот так вот так чтобы она не упала сильно не дави чтобы не лопну так я сняла воск со своего сердечка и теперь по идее я опущу в красный цвет и это сердечко должно закраситься красным но мы сейчас это проверим так ну что я вот только не знаю моё желтое яйцо перестанет быть желтым или нет я уже совсем не помню как мы это делали раньше я опустила сейчас проверим не бей яйцо оно разобьется от чего а может я попробую так ну что сейчас мы узнаем правильно мы делаем или нет так моё яйцо разумеется покрасилось в красное но больше не желтое и сердечко местами тоже а как же мне сделать чтобы яйцо было желтое а сердечко красное что-то я ничего не могу понять что ли и правда все воском обмазывать ну это ж капец все яйцо воском обмазать ага я посмотрела одно видео на ютубе и поняла что мы делаем не так если мы например яйцо окунули в желтый цвет и оно стало желтым дальше мы на нем рисуем воском то что должно остаться желтым после этого мы окунаем яйцо в следующий цвет и потом воском зарисовываем то что должно остаться красным например и в конце уже мы снимаем воск и получается разноцветное яйцо точно то есть неправильно сделали сейчас будем исправляться я мастер-класс и делала шляпки а такие чудесные салфетки у нас есть пасхальные мы их уже перевели и все получилось зря так ну что пробуем достаем Алисе на яичко и теперь ты на нем должна нарисовать солнышко оно останется желтого цвета я хочу сердечко ну нарисуй сердечко так теперь Алиса на желтом сердечке сразу рисует воском ух ты какой у тебя классный выходит без карандаша просто нарисовала воском сердечко готова молодец за один раз раскрасила умничка так это сердечко у тебя будет желтым что-то еще желтое хочешь на этом яичке сделать нет хватит да хорошо я хочу а что еще желтое хочешь надпись мама ну давай ой ой ничё ничё ты букву м исправь сделай поменьше сейчас я загорею погорею боже мой снежок напугал Катя рисует что-то для Алисы Алиса рисует для меня значит я должна для Кати сделать не подглядывать так давайте кто тут самый у нас умный скажите что будет если я свое красное яйцо с вот этим солнышком опущу в желтую краску оранжевое яйцо получится и желтое солнышко или как алиса рисует для меня я не хочу это до сих пор но я хочу сказать что это не было все это не было но на ферне от вас это не было не было я вот это не было до сих пор и